Вот такой дом. Это по-моему австрийского типа. Дом старый. И, кстати, здесь дворы чем-то напоминают одесские дворы. Вот такой подъезд. Внутренний дворик есть, как в Одессе. Фортумастер. Вот такие вот старенькие дома. Ну, кстати, всем привет. Короче, выбрался на улицу. Хорошая погода сегодня. Снежок идет. У нас, кстати, снег уже идет, блядь, в дом строя. Здесь вот новострой какой-то строят. Короче, погода классная сегодня. Выбрался за какими-то продуктами. А у нас как в апокалипсисе. Короче, съездили в Карпаты и заболели. Сначала думал просто простуда. Нифига. Подцепили какую-то хрень. Или хрипели. Ну, короче, сейчас инфекционно. Вот. И вот эти все дни сидели дома. Жрать было нечего реально. У нас, самое смешное, у нас закончилась даже соль. У нас нету соли, так что я так более-менее лучше очутался. Ну, уже все у меня, как бы, никаких остаточных явлений от простуды или инфекции этой нету. Пиздую, покупать самое необходимое хотя бы. Вы знаете, ни хлеба, ни сахара, даже соли нету. Мы сожрали даже соль. На благо, сегодня погода хорошая. Так, минус два. Солнце. Вот мне одно интересно. Кстати. Вот мне одно интересно. Почему у нас на Новый год нету? У нас, я заметил, что на Новый год последние лет пять. Слякоть. Реально слякотная погода. Вот. А проходит время, когда уже, наоборот, все на работу идут, никаких праздников. То есть, начинается нормальная зима. Но, кстати, заметил я такую фигню, что зима... Вот говорят, что нету глобального потепления. Но зима с каждым годом, это я замечаю, становится все короче и короче у нас. То есть, ну, в том году у нас зима максимум была, если сбить все дни, это две недели. И, капец, жаркое лето. То есть, лето становится все жарче и жарче. Не знаю, здесь, как во Львове. Вот. Вот. Ну, мне нужно бурочка, которая идет на высокий замок. У нас, в Донецке, я так скажу, температура летом доходила до плюс сорока пяти. Блин, да такого никогда не было. В одном скажите, что нету глобального потепления. Так и сейчас. Аномальная погода, вот сегодня хороший такой снежок. Все. Завтра уже плюс три. То есть, ну, блин, никогда такого не было. Что-то меняется в погоде. Купил кофейку, сейчас поставлю. Уже третью чашку пил. Кстати, заметил все-таки, что от него такая серьезная зависимость есть. Реальная зависимость. Потому что я три дня не пил кофе. И у меня какое-то состояние такое было, обжорство, такое компульсивное. Я прям ем, 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 ем. Как заедает, как человек бросает курить, например. Но такая фигня со мной происходила из-за того, что не было кофе. Купил кофе, я заметил. Я стал сразу жрать меньше. То есть, и причем, что три дня, три дня я не пил кофе. Потом выпил там пару чашек. И реально он на меня начал действовать. То есть, и когда я его постоянно пью кофе, пью, пью, пью. У меня как бы нету такого, что у меня бодрость какая-то. Я его пил и пью, просто как для поддержания жизни, будем так говорить. Ну, не жизни, как это описать, не знаю. Просто пью, просто мне нравится вкус. У меня особо не бодрит, как людей там есть. Ой, там взбодрился от кофе. Но, когда я не пил его три дня, выпил две чашки, я реально не мог заснуть. Вот, мне в голову лезут какие-то мысли, идеи. Вот, мне как бы вроде и спать хочется, и я не могу этого сделать. Вот такая фигня. А вот в тот момент, когда я не пил кофе, у меня наоборот ночью какой-то холодный пот выступает. Ну, то есть, как ломка у наркомана. Поясница какого-то хрена начала болеть. Может, это не с этим связано, потому что я как бы, ну, заболел. Может, поэтому поясница болела. Ну, не знаю, может быть, это ряд. Ваш организм требовал кофе. Может, и такое. Прям реально такое. Поясница так болела, прям тебя ломает, как пополам. Как-то так хотелось согнуться и сидеть вот так согнутым. Вот, скупился, короче. Купил продукты. Оголодать не будем. Потому что я же говорю, что, блин, заболели так серьезно. Вот, купил, значит, масло. Не знаю, видно, не видно. Ну, короче, не важно. Купил масло. Рафинированное. Вот, что меня бесит, вот, больше всего у нас. Вот, сравнивая, кстати, с Польшей. Да, мы недавно с братом на эту тему беседовали. Это то, что я купил масло, бутылку. Ну, я как-то не смотрел на этикетку, что там написано, маленькими буквами написано. Купил бутылку, она 850 грамм. Есть, оказывается, масло и 750 грамм. То есть, бутылка на вид одинаковая с литровой. Ну, ты как бы покупаешь. То есть, нас уже так приучили, что почему-то в Европе, в Европе, я заметил, нету такого понятия, там, 850 грамм молоко. Или 950. Там вот есть бутылка, литр молока. Конкретная, бутылка, литр молока. У нас молоко, уже людей приучили к тому, маркетологи, они уже настолько охуели, что брат видел молоко 890 грамм. Вот, 890 грамм молока. И то есть, людей уже приучили к тому, что они покупают не литр молока, как раньше, а упаковку молока, вот просто вот, упаковка молока. Там может быть литр, 890 грамм. Там вообще смешные какие-то цифры, что 890 грамм. То есть, меня вообще это раздражает. То есть, у нас литр килограмм, можно купить какое-нибудь говно, типа уксуса там какого-нибудь, там литр будет, потому что он нахуй никому не нужен. Или вот соль я купил, килограмм, там килограмм, не 890 грамм, как с молоком. А такие продукты, как хлеб, например, вот здесь просто лежит батон, они даже не пишут, сколько он весит. То есть, человек вроде бы покупает, идет дешевле, там какой-то такой батон стоит 10 гривен, такой батон стоит там 8,50. То есть, вот эту разницу в граммах, человек, ну, на вес, на руку, он ее не заметит. Просто не заметит. Вот он покупает то, что дешевле. А там, грубо говоря, вас просто наебали по весу, будем так говорить. И вот я просто в шоке с этого. И так, в принципе, всего касается. Все, гречка, гречка я покупал, то же самое. То есть, все такие продукты, более-менее гречка, горох, которые имеют какую-то ценность и популярность. У нас почему-то оно 800 грамм. Но люди покупают не 800 грамм, они берут упаковку. Никто уже даже не считает этого. Я помню, когда только появлялось такое молоко, 900 грамм, например. Люди еще возмущались, что-то высчитывали. А сейчас получается вот так. Цены дорожают. И, чтобы, получается, не упала, как я понимаю, покупательная активность. Просто снижают количество продуктов в упаковке. И все, вообще хуель. Я в шоке. Я в шоке еще так вот. Люди привыкают к человеку, легко приучить вообще к этому всему. Буду делать кофе.